В столице в формате открытого диалога прошло мероприятие, организованное Министерством инвестиций, внешней торговли и Центром цифровой трансформации на тему «Электронный кооперационный портал – важный инструмент для развития долгосрочного сотрудничества». Подробнее о рассмотренных вопросах – материал программы. Расширение производственной кооперации – одно из приоритетных направлений развития и либерализации экономики. А электронный портал «Кооперацион.уз» является одним из действенных инструментов по расширению кооперационных связей в отрасли. У нас в этом году за первые полугодия также показали рост 21 280 договоров заключенных против 15 000 в прошлом году. Их сумма составила 4,2 триллиона против 2,3 триллиона в прошлом году. Здесь отрицательные показатели также значительный рост, показан относительно первого полугодия прошлого года 81,5%. Открытый диалог позволил ознакомить участников с деятельностью «Электронного кооперационного портала Центра цифровой трансформации», имеющихся недостатками и планами по их устранению. Озвучены и предполагаемые новшества, дополнения и улучшения в работе «Электронного кооперационного портала». Мы все прекрасно знаем, что каждое производственное предприятие создает намного больше рабочих мест, чем посредники. Это выравнивание дисбаланса в региональном развитии, это повышение промышленного и технологического потенциала. Далее это их роль в локализации производства и оптимизации импорта. За счет создания новых рабочих мест они повышают доходы населения и повышают отчисления в бюджет. Дискуссии, анализ, предложение, брейнсторминг и прямой контакт предпринимателей с ответственными лицами – этому всему нашлось место. Впрочем, это и есть основные требования подобного формата открытого диалога. У нас есть вопрос, проблемы того, что недобросовестные поставщики. Он производитель или он импортер? Очень большая необходимость внедрения новых видов закупок. Из предложенных вариантов звучало следующее – расширение способов закупок, создания новых методов форматов, а также действенных механизмов по привлечению предпринимателей к работе портала. Сегодня поднимались все вопросы, касающиеся влияния на процессы торгов, коды ТНВ, ценообразования и тех параметров товаров. Предложения прозвучали создать базу по бальной шкале оценки производителей. Второе – усиление мониторинга ТНВТ-кодов. Третье – отправление запроса по кодам ТНВТ всем производителям с условиями полностью распространения тех параметров. Основные четыре недостатка, выявленные нами, среди которых, все вам известно, это отсутствие четких критериев отнесения предприятий к категории отечественных товаропроизводителей. И для решения данной программы разрабатываются критерии допуска и определения производителей. Если то, что сегодня все высказывалось в процессе открытого диалога, могу сказать, что себестоимость всей продукции, помперта, замещения, она снизится. Мы можем увеличить себестоимость нашего производимого товара, так как закупаемые товары, наши товарно-материальные цены, они по себестоимости снижаются. Радовать будет то, что у нас в республике будет больше производителей и больше местных товаров. Полезно для предпринимателей. В целях совершенствования деятельности электронного кооперационного портала проводится опрос среди представителей бизнеса общества по устранению недостатков в работе портала. Желающие могут принять активное участие в опроснике на сайте cooperation.uz. Именно ваше мнение может оказать немаловажную роль в формировании и улучшении работы платформы.